Здравствуйте! Добро пожаловать на лекции по Торе. Обычно эта лекция посвящена недельной главе Торы, и это не будет исключением. Единственное, что на этой неделе, в субботу, мы будем доставать два свитка Торы. В первом свитке будет читаться первая недельная глава, то есть недельная глава ТЦВ, которая посвящена продолжению строительства Мишкана, это одежда Коина. И вторая Тора, это будет читаться отрывок из той же Торы, это конец недельной главы Кисейцы, там будет говориться о Амалеке. И вот этот второй отрывок, хотя он сравнительно короткий, там буквально несколько предложений, хотя мы знаем, что в Торе нет такой вещи, как Тора более важная часть Торы, менее важная Тора, это одно целое, и всё нам дано Богом. Каждое слово Торы, это очень важно, конечно. Когда дело касается чтения Торы в синагоге, очень интересно, чтение Торы в синагоге, можно чётко сказать, когда оно более важно. И самое важное чтение Торы в синагоге за весь год, это вот этот отрывок, который мы с Божьей помощью будем читать меньше, чем через неделю, это отрывок о Амалеке. Отрывок, почему он такой важный, потому что в Торе, прямом тексте, написано, что надо помнить, что тебе сделал Амалек, и когда мы читаем этот отрывок из Торы, мы вспоминаем, мы исполняем заповедь Торы, в отличие от других чтений Торы, просто это, конечно, тоже большая митсва, но здесь очень важный отрывок из Торы, поэтому я решил посвятить урок именно этому отрывку, именно о Амалеке. С другой стороны, хоть это и очень важная митсва и тема, но с другой стороны, тема о Амалеке, это как бы на сегодняшний день, люди думают, что Амалек, это было больше 4000 лет назад, особенно в наше время, мы даже не знаем, кто это такие, то есть Санхерев, более 2500 лет назад переселил все народы, и поэтому на сегодняшний день мы не знаем, кто эти такие Амалекетяне, то есть мы не можем, у нас есть три заповеди, есть еще уничтожить и не забыть, но мы не знаем даже, о ком это, собственно говоря, это идет, приходит Дума-Шейх, и мы удостоимся сделать это. Но помнить нам надо, что надо помнить, что произошло. И хотелось, чтобы оно было больше, на злобу дня поближе к нам, поэтому я хотел разобрать, что же действительно произошло. И эту лекцию, как минимум первую часть этой лекции, я хотел бы посвятить наглости. О, наглость, это уже такая тема, которая более на сегодняшний день поближе к нам, потому что Амалек, это звучит как-то очень все далеко, а вот наглость, я уверен, что все, кто меня видит, слышит, могут со мной тоже поделиться всякими интересными из жизни, что такое наглость. Так, я хотел остановиться именно на этом моменте. Что же действительно нам сделал Амалек, и что мы должны помнить? Если вы посмотрите, в Торе написано, что надо помнить «Ашел Корхо Бадерх». Он, Корхо, вот это слово, сейчас мы посмотрим, что оно обозначает, пути. Когда евреи выходили из Египта, это произошло уже после того, как евреи прошли через море, это произошло после того, как было 10 казней египетских, и они прошли через море, египетская армия утонула в море, и все об этом знали. Написано в песне «Шир», который мой широбейный еврейский народ сказал, который они пели, там написано прямым текстом, что все цари мира, Эдамитяны и другие, они были в трепете, потому что все знают, что еврейский народ вышел из Египта, все евреи боялись, все знают, что это богобоязненный, богоизбранный народ. И вот пришел Корхо Бадерх, и на них нападает Амалек. Так, Корхо, есть несколько переводов, с этого корня «кар». «Кар», мы начнем с этого перевода, «кар» – это «холодно». «Кар» на святом языке, «кар» – это «холодно». «Кархо» – это как бы охладил. Амалек, он охладил. Еврейские народы вышли из Египта, все его боялись, все смотрели, «ух ты, богобоязненные», все встали ни с того, ни с сего. Хоть неприятно, конечно, было признаться, но приходилось признаться, что все-таки евреи лучше других, евреи действительно избранные. Избранные, вот смотрите, что все вышли из Египта, пришел Амалек, и наши мудрецы говорят, что была как бы, представьте себе, баня, которая была там, ванная, которая была кипящей водой, никто туда не мог даже подойти, кто туда прыгнул, и он как бы охладил это. То есть, эти люди уже не так боялись. Несмотря на то, что Амалек на самом деле не победил, мы его не, не то, что мы, он не обуничтожил, но на самом деле, как бы он битву проиграл, но охладил с тех пор, и все время можно сражаться, хоть и те евреи, таки все, то есть, он охладил. То есть, это то, что мы должны помнить, что Амалек нам сделал, корхобед, да, что он охладил, и другие, если будут, если у нас будет возможность, другие будут переводят тоже, с этого слова, но я сначала начнем с охладил. Что это значит охладил? Охладил, вот это есть, называется, то, что называется наглость. Наглость, что такое, хучпа на евреке, есть такое хорошее слово, хуцпа, которое тяжело перевести на другие языки. Хуцпа, это хуцпа. Если я не ошибаюсь, в современном, толковом языке, английского языка, оно, есть такое слово, хуцпа, но там написано, что это, как бы, основанное на английском слове, но это, по-русски это обычно переводится, как наглость, так, это то, что Амалек сделал. Наглость, это когда есть что-то, что мы верим, что мы знаем, это само собой разумеется, и кто-то идет, наперекор, этом. То есть, это называется наглость. То есть, хуцпа, понимаете, если человек по улице ходит без штанов, скажем так, это наглость, почему это наглость? Тот же самый человек, понимаете, если, например, какой-то пляжный город, тот же самый человек, он на пляже же был точно так, так он пошел дальше, почему с детства, потому что не принято в автобусе так ходить. Есть нормальные догмы, то, что общепринято, и вот человек берет и ломает это. Это называется наглость. Так это то, что сделал Амалек. Интересно, это не в том отрывке, который мы будем читать, но в том отрывке, когда это произошло, это, кстати, недельная глава, Бешалах. Почему, если на Амалек напал? Ведь просто так ничего не происходит, особенно если Всевышний избранный народ. Почему же действительно Всевышний как бы наказал евреев, если на евреев напали Амалекитяне, значит, что-то, чем-то они провинились. Приводится, там был город Рефидим, Рафуй, это слабый, то есть они ослаблись и нашему дистанции говорят, что они перестали учить Тор, они не учили Тор. На самом деле, у них там толком Тора еще и не было, они еще Тор не получили, но у них были какие-то законы, они что-то знали. И они Рафу и Эдеем, они как бы опустили руку, они расслабились. И поэтому на них напал Амалек. Задают вопрос, где есть такое понятие Мидак и Нагедмида. Обычно Всевышний, когда наказывает, он делает меру за меру, чтобы евреи могли понять, за что их так бы наказывают, чем их наказывают, где же тут мера за мера. Я видел, очень интересно, Хайя Фридленда, он объясняет, что, значит, евреи недооценивали Тора. Значит, евреи пренебрежительно относились к Торе, к этим законам. Если они их не учили, если они отошли от этих законов Тора, значит, они пренебрежительно к ним относились. Так пришел Амалек, и начал пренебрежительно относиться к евреям. То есть, то, что было догмой, весь мир понимал, что евреи – это такой народ, такой... Пришел Амалек, на это все наплевал. Так вот, это что Амалек сделал, и нам, в первую очередь, человек, мы не знаем, какие эти Амалеки тяни, но есть интересный подход, некоторые говорят, что у каждого из нас есть маленький Амалек. У нас есть наш, у нас, как бы, спрятанный, что-то это, это символ чего-то плохого. Это символ зла, если бы хотелось сказать. То есть, это какие-то черты характера, которые у Амалека есть, у нас они тоже есть. И приводится, что если вы должны себе культивировать ненависть к Амалеку, какой он плохой, если у нас, у нас у самих есть те же самые черты характера, как и у него, у нас не может быть ненависти к Амалеку. Мы же сами немножко, если так можно сказать, Амалекитяне. Так вот, это наглость, это то, что мы должны разобрать, с Божьей помощью, с вами, что же нам, в нашем, в Тошенпейгиме, в 2023 году, как же можно найти, или у нас может тоже есть какая-то, немножко искорка, если так можно сказать, наглость. И есть интересная, есть интересная гемора. Гемора приводит, кстати, это основано на отрывке тоже истории. Написано, что есть страшный грех и два Решембоза, которые опозорил Слово Всевышнего. Тоже позор, опозорил. Гемора приводит, что это очень страшный грех, если человек, кто-то из евреев, два Решембоза опозорил Слово Всевышнего, и Гемора приводит пять примеров. Причем там приводится, что человек полностью теряет место в будущем мире, и отрезается от ивейского народа. Какие же примеры Гемора приводит? Гемора приводит пять примеров. Гемора приводит пример, он оскверняет жертвоприношение, он позорит еврейские праздники, он стесняется своего обрезания, он как бы прячет, он там себе заклеивает, если так можно сказать, он прячет свое обрезание и позорит своего друга, это словно перевод Малбин, когда человек очень опозорен, его лицо как бы белеет, и последнее, он неправильно объясняет Тор, он позорит Тор, и эти пять вещей, как будто ничего общего нет, это приношение, обрезание, праздники, что же у них общего, если каждый из них посмотреть, в каждом из них есть что-то, что мы недооцениваем, первое, это приводится до приношения, что такое же приношение, на самом деле, мы настолько всего этого, для кем может быть это действительно, мы не можем понять, что это приношение приносили в храм, мясо, приносили вино, приносили мучные изделия, это все сжигали на жертвоприношение, на алтаре, такое впечатление, что Всевышнему приносили, если так можно сказать, покушать, поесть, попить, и человек придет, скажет, ну прям, это глупости какие-то, причем в других народах тоже это происходит, или там какие-то индейцы такое делают, ну мы прям такие, мы же интеллигентные люди, и человек пренебрежительно относится к жертвоприношениям храма, то есть он их есть, у нас у евреев есть такая вещь, как жертвоприношение, он приходит и позорит их, то есть он не понимает, почему он это делает, потому что мы понимаем, мы с точки зрения иудаизма понимаем, что даже кусок мяса, вот эта корова, которая принесет это приношение, она может осветиться, даже вот это вино, даже вот это мучные изделия, они могут быть святыми, что такое святые, святая вещь, вещь, которая отдельно, у которой есть особый закон, которая выше других вещей, так мы евреи, мы понимаем, что нам Всевышний дал эти законы, он нам сказал, что вы можете осветить вещь, у человека там какой-то был барашек, он сказал, что это будет святым барашком, он становится святым, у него соответственные законы, мы понимаем, что это есть, человек пренебрежительно к этому относится, то же самое с праздниками, что такое еврейский праздник, еврейский праздник, на самом деле тоже покушать, выпить, даст Богу, у нас сейчас будет пуром, опять, пуром не считается одним из трех основных праздников, но на самом деле в обычных праздниках, фейсов, сукот, мы тоже, мы пьем, мы кушаем, и приходит наш герой, говорит, ну кому это, что это такое, там люди кушают, ну что же здесь, он недооценивает, что оказывается, когда мы радуемся, и когда мы веселимся, это тоже есть элемент святости, это часть нашего, нашей религии, это часть нашего идаизма, это молодым, он, ну надо, я докушаю, докушаю, тоже там, если человек, например, в праздники не одевается красиво, он пренебрежительно, он, он оскверняет, он оскверняет еврейские праздники, теперь обрезание то же самое, обрезание, все вы знаете, наверное, была такая шутка, что человек пошел по улице и видит, там, висит картина, часы, он зашел туда и говорит, вы продаете часы, он говорит, нет, я как раз не продаю часы, я делаю обрезание, так почему же у вас на ветвине часы висят, извините, пожалуйста, что вы хотите, что я повесил на витрине, да, так поэтому такая вещь, знаете, обрезание, такая тема, о которой мы сильно про это говорить не будем, это обрезание, это такое, такое место, так мы, так, человек не понимает, что там есть, у нас есть там святость, именно в этих отношениях, когда еврейский парень женится на еврейской девушке, у нас называется кедушин, он ее освящает, еврейский брак, в отличие от других народов, когда хорошую вещь браком не назовешь, у евреев это называется кедушин, это освящение, еврейская семья построена на святости, и эти взаимоотношения, которые, которые именно в том месте находится обрезание, у нас это святое, он этого не понимает, следующее, когда он опозорит другого еврея, он не понимает, что есть такая вещь, когда по образу и подобию создан был человек, какое бы вы не возьмете объяснение, конечно, никто не объясняет, что не дай Бог, Хас Вашелом скажет, что у самого Всевышнего есть лицо, но какое бы объяснение вы не взяли, что чем-то мы каждый еврей, чем-то похож на Всевышнего, у нас есть душа, которая Всевышнего, значит, ваш друг, товарищ, который вы хотите опозорить, он тоже часть Всевышнего, и вы это пренебрегаете, вы позорите его, вы недооцениваете, что в нем есть, и последнее, последнее, там очень интересно, последнее, это написано, что Магиалы, последняя вещь, которая как бы оголяет Тор, если словно перевести, там сама Гемория приводит несколько объяснений, что значит оголяя Тору, так одно из объяснений написано, что он неправильно объясняет Тору, он выдумывает всякие объяснения на Тору, которые неправильные, то есть он позорит Тору, Тор это святая книжка, кстати, надо понять, что человек не может просто так, понимаете, если человек возьмет какой-то, обычно какой-то шедевр литературы, и начинает писать, что ему кажется так, ему кажется, что автор имел в виду здесь сказать так, а на автора повлияло такое, поэтому автор написал, ну хорошо, пожалуйста, вы можете писать, что вы хотите, я не знаю, что автор имел в виду, я не знаю, что вы хотите, я веду, пожалуйста, люди защищают, можно защитить диссертацию, это очень хорошо, но когда мы говорим о Торе, мы знаем, кто был автор Тору, поэтому когда простой человек, да, есть комментарии на Тору, но комментаторы Торы, они пропитаны именно самой Торой, самой устной Торой, они знают, как смотреть на Тору, как объяснять Тору, просто простой обывательец, так можно сказать, который начитался, вот еще одна книжка, он ее просто так пишет, как еще одну книжку, это просто неправильный подход, значит, он позорит Тору, это позор для Торы, как если ее будет простой человек рассказывать и объяснять, так это позор Торы, Другое объяснение, кстати, Тимура приводит, что если кто-то позорит Талмид Хохаму, Талмид Хохаму это мудрец, ученик, дословный перевод Талмид Хохаму, это мудрёный ученик, то есть человек, который поглощён в Тору, или который говорит, зачем нам нужны эти Талмиды Хохаму, зачем нам нужны вот эти люди, которые учат Тору? Там сидят, штаны протирают. Так это он позорит Тору, потому что, если бы он понимал, что Тор это очень важная вещь, что без Тора еврейский народ не может существовать. Ради Тора был создан мир. И он приходит и договорит, зачем нам люди, которые учат Тору? Значит, он позорит Тору. И потом после этого списка Тор, где море написано, что даже если у кого-то есть, он ведь свод соблюдает, он соблюдает, и даже если он сам учат Тору. То есть, понимаете, мы говорим, человек не просто какой-то, знаете, нерелигиозный, такой страшный ужас. Нет, мы говорим, религиозный еврей, потому что действительно религиозный. Он три раза в день молится, он учат Тору, у него там есть Дафьё и Мишаур, он даже там на Ютубе какие-то лекции смотрит. Но вы знаете, он наплевательски относится к каким-то из этих вещей. Наплевательски, это хорошее русское слово, наплевательски. Плевать я на это хотел. То есть, мне на это всё равно. Так написано, что даже если у него есть Тора, у него нет места в будущем мире. Почему такое страшное наказание? Он же вроде бы еврей. Потому что если он не понимает, что в мире происходит, и чего Бог создал мир, так ему не место в этом мире. То есть, если он вот этот позор, этот приблигать, пренебрежительно относится к нашим основам, значит, это не для него. То есть, что же не для него? Значит, будущий мир не для него. То есть, у нас есть система. У нас есть, опять-таки, то, что я начал в начале недели, этого урока, что наглость, это когда мы ведём против общепринятых долг. После того, что всем принято. Тогда Бог сказал. Наши Тори, наши Мудрецы нам объяснили. Мы знаем, что есть вещь такая, как святые жертвоприношения. Мы знаем, что сам еврей, как сам по себе, у него есть святость. Мы знаем, что у нас есть праздники. И вот приходит человек, и это всё позорит. Так это называется наглость. Это вот эта черта, на самом деле, это амалек. Это то, что сделал амалек. Когда у человека возникает это желание наплевать на что-то, порвать что-то, показать свою... Я вам сейчас покажу. Так это черта, на самом деле, это она уж приходит, это амалека. Интересно, что написано, что когда вторая татья сойта там приводится в конце, есть, которые говорят, что это мишна, есть, которые говорят, что это геморра, написано, что будет в мире перед приходом Ашеха. То есть вот эта эпоха, которая будет прямо перед приходом Ашеха, тогда написано, что будет хуцпа, будет наглость. Написано, что будет наглость, будет обман. Это самые старики будут вставать перед молодыми. Так целый список наглость, наглость, наглость. Кстати, пошлость, современная пошлость, То есть мы живем в мире, в котором мы живем, тоже последние 30, 20, 40 лет, когда все легализировано, всех в этой стране, в той стране, я не буду вдаваться в подробности и называть вещи своими именами, но это можно, и так можно, и здесь можно. У меня знакомый, он мне с неприятностью это все рассказывал, он сказал, что он был с кем-то, пришел в больницу, просто он пришел вместе с кем-то, он пришел в больницу, там надо было зарегистрироваться сначала. То есть больница это то место, когда, знаете, там немножко, мы надеемся, что люди должны задуматься, если приходят люди в больницу, значит, не да бог, или они больны, или кто-то болен, чтобы серьезная больница была. Он приходит в больницу, и надо там, приходит, зарегистрироваться надо, так его спросили его имя, фамилию, и там очень много информации надо будет, его сейчас будут задавать все эти вопросы, там, или у него есть страховка, или у него есть это, но первый вопрос, что ему задали, какое ваше половое отношение, то есть кто вы? Ему дали там список, он мне сказал из нескольких, либо это, 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 и потом сказал, если вы хотите, можете не отвечать. Но первый вопрос, до того, как его спросили, у него есть медицинская страховка, до того, как его спросили, где он живет, его адрес, его спросили, вот имя, фамилию, его спросили, просто не просто спросили, кто по полу, по-моему, по идее, надо было моего знакомого внешне, вы бы увидели, там видно, кто он. В него спросили ваши ориентации. Почему? Потому что написано, что при приходном, это тоже часть наглости. Почему? Потому что, опять-таки, я не хочу, чтобы не подумали, что дали урок против всяких этих гадостей, вот посвятили, опять-таки, прищемляют, ущемляют. Давайте смотреть все-таки правду в глаза. Всевышний, даже те люди, которые не полностью верят в Тору, Всевышний создал мир, и есть какие-то простые догматы природные, то, что человек природно хочет, и то, что природно человеку чуждо. То, что даже животные, вот то, что простые животные, неинтеллигентные, этим не занимаются, так есть просто природный человек, сознан. Я не говорю, что все можно делать, но есть то, что нормально, а то, что ненормально. И когда в мире последние, вот это последнее наш, не знаю, сколько лет, чем хуже, тем лучше, чем мы хотим показать, что нам на это направляется. А мы хотим наоборот, мы хотим не так, как Всевышний. Интересно, что одно из объяснений, которое Раша приводит, именно на тот же отрывок, что нам сделал Амалек, там написано, что он охладил. Другое объяснение, интересно, Раша приводит, что Амалек, там несколько евреев было за пределами облаков, потому что на самом деле еврейский народ был же, на самом деле, окружен облаками. На несколько там вопросов, почему они там оказались за облаками, на них напал Амалек. И Раша приводит одно из объяснений, что он насиловал мужчин. Написано, что назывался Мешка в Захар, то, что называется, он насиловал несколько мужчин. Интересно, почему, понимаете, если простая армия, тоже не будем даваться подробностей, посмотрите историю войн в мире. Да, давайте смотреть правде в глаза, когда армия заходила в простые города-сёла, они насиловали. Не будем даваться подробностей. Но обычно армия не насиловала мужиков, правильно? Почему же Амалек, почему? По идее, Амалек, если бы он хотел кого-то насиловать, надо было насиловать. Нет, Амалек, это называется наглость. Амалек даже здесь хотел именно показать, подчеркнуть, что назло, именно не так. Поэтому вот эта наглость, мы живем в этом мире. И, конечно, все те страшные вещи, которые я перечисляю, они никого нельзя даже обвинить, подумать, что кто-то, может быть, из нас даже такое думал. Но немножко, учитывая, что мы живем в мире, в котором полон наглости, то же самое с точки зрения политической, что происходит в мире, когда люди обманывают, да, обманывают, не обманывают. Все, что в мире происходит, это вот это, то, что нам, наши мудрецы, уже почти тысячи лет назад, когда корму был написан, нам говорили, что это приходом Амшеха, будет вот эта черта. И хоть мы не знаем, кто такие Амалек, тяне, может быть, но если у кого-то есть вот эта черта характера, чтобы наплевательски относиться к святым вещам. Причем это тоже очень важный момент. Иногда есть люди, которые, давайте скажем, далеки от всего этого. Жалко, печально, не будем даваться, например, есть такая вещь, как суббота, я недалеки от субботы, мы еще не на этом уровне. Кашрут, суббота, ювельская семья, они по техническим причинам, они родились не в той семье, ладно. Но есть, как говорится, можно, да, это не мое, я еще не могу это соблюдать, я хочу с вами, а есть люди наплевательские, которые, наоборот, я хочу на зло, вот на зло, вот мы будем именно кушать так, и будем ходить так, так это значительно страшнее, это значительно страшнее, и это амалек, причем приводится, что, к сожалению, в мидрошах приводится, что среди евреев есть тоже, если можно сказать, искорки амалекитянина. То есть каждый должен, в первую очередь, когда мы будем читать про вот этого амалека, каждый должен убедиться, что нет ли у него в глубине души, не находится ли он, опять-таки, не дай бог, не на уровне амалека, но если человек пренебрежительно относится к Торе, человек, не дай бог, пренебрежительно относится к тому, что мудрецы говорят, ну, вот опять это чертной урок, вот я уже все знаю, вы сейчас опять будете про машин, про это, не дай бог, если человек говорит пренебрежительно об этих вещах, это немножко напоминает то, что сделал амалек. следующий момент кстати, я хочу добавить, что иногда может быть наоборот иногда, то есть нельзя приближительно относиться к вещам, надо быть уважением надо уважать наши святости надо уважать наших мудрецов, надо уважать да, конечно, иногда наоборот иногда наоборот надо смотреть правде в глаза, есть вещи которые действительно плохие есть вещи, которые действительно на самом деле царь Шауль это мы будем читать в авторе кстати, автора будет не автора недельной главы ТЦВ а будет автора, которые связаны с Амалеком и во вторе мы всегда читаем отрывок из пророков, так мы будем читать пророка Шмуэль отрывок, который посвящен тоже была, кстати, война евреев против Амалека, это уже было позже царь Шауль, первый еврейский царь во Всевышний через пророка Шмуэля говорит, иди атакуй Амалек твоя цель, уничтожи Амалек Амалека наконец-то у тебя есть возможность уничтожить Амалека он собирает армию и он должен уничтожить Амалека он возвращается он практически все сделал правильно единственное, что он оставил живых ихнего царя и он оставил живых весь скот ему было сказано уничтожить весь скот и он возвращается ему говорит пророк ну, как ты? он говорит, да, я все сделал как мне сказали и тогда Шмуэля ему говорит почему же я слышу скот так он сказал вы знаете народ не хотел уничтожить амалека жалко все-таки ну, смотри, сколько сколько барашков мы решили лучше из этого принести же это приношение Богу тогда Шмуэля все говорят что вот это была его ошибка тут наоборот человек ему было сказано что Амалек это что-то плохое это плохого надо избавиться и он ему просто жалко было все-таки там тоже что-то хорошее все-таки животное и как так и тут наоборот есть вещи, которые да, они плохие на смотри в правильные глаза есть вещи, которые против Бога есть вещи, которые сам Бог ему говорит что это надо избавиться и уничтожить так человек который наоборот тут не пренебрежительно относится к этому так человек тоже может ошибиться и наоборот то, что плохое видеть этого хорошо и взять плохое, на самом деле, это тоже амалет. Ещё один момент, мы вернёмся к корхваботерах. Первый что мы объясняли – это наглость. То есть наглость её... Наглость иногда иногда — иногда очень важно, наглость — неправильное слово. Иногда, если что-то вам тяжело сделать, надо набраться силой, могу adjectiv 가서 сложности. Иногда люди стесняются сделать правильно. да знаете когда все кого-то например хотят оклеветать и вы знаете что то неправда и вам надо встать и сказать нет это неправда надо набраться то есть это та же черта характера на самом деле можно и ассоциировать с наглостью надо над ее пользоваться но надо быть очень аккуратно следующий момент который хотел тоже осветить может быть настолько подробно кархо другое объяснение это случилось тоже часть амалека случай случайно и тут уже мы переведите прийдем к мегалатестер мегалатестер хаман уже поближе к концу когда он с ним все случается он говорит своей жене все что с ним случилось это случай что нечаянно случайно и сам праздник тур им кстати очень интересно на заградание даже не святой язык пур это персидский пур на самом деле на святом языке гойрел горел это жребий пур это на самом деле персидское слово так через жребия который бросал амал праздник пор назвали по пирси почему выбрали именно это хорошо но почему курим курим это множество число жребий чего назвали праздник на самом слове перевод пурим это жребий ты заветок и связано с лучше аман бросал жребий чем-то подчеркиваться там перед ним бросать даже не хотела бросать перед ним бросали жребий какой день что же всех евреевом бросал в какой месяц какой день то есть он таки дабы рассаживать что случится что получится так это амалек амалек он чат нету всевышнего никто этим не руководит все как получится случай 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 случайно так случайно перед home на вся эта история раскрывалось на самом деле сама молек его право-пра-продедушка кстати тоже ну от случайно не прошли и не вышли из египта то случайно повезло там ветер открылось море все случайно-случайно по-русски несчастный случай счастливый случай случай мы так привыкли на самом деле наш наш язык так мы всевышнего не упоминали все случайно это молитв на самом деле и аман у него все случайно интересно что марте хай которая трудно против положиться ману и песню интересно что когда с то бедно переживать на то что происходит что-то почему марте хай в лохмотьях с послала спасить марте хая что случилось написано что марте хай передал посланником что случилось опять-таки слова случай и тут наш мудрецы почему упомянул слова случилось потому что он сказал что проблемы что тот кто пра 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 внук случая потому что амалек это то-то корхо вот это слово они случайно как бы нас напали так уж случилось так марте хай намекнул что вот это потомок амалека это вот тот кто сейчас делает эти проблемы кстати самая миликитяне интересно вот медальше написано когда они выбирали кто пойдет на войну они бросали жребий кто из нас пойдет на войну это случай и здесь надо немножко разобраться в торе приводится такая вещь как жребий то есть я сейчас расскажу что все амалек амалек в торе когда вим кипур приносили 2 2 козла там бросали жребий какой козел придет к всевышнему какой козел будет сброшен с горы в торе когда делили сесраэль святую землю 12 частей бросали жить в торе мы видим что алиэзер когда он хотел узнать кто будет женой исхака ему сказали так он загадал как случится если случится что девушка мне скажет давай я напою тебя так я знаю буду что это я буду знать что это его жена случится то есть такая вещь как случай так есть такая вещь как мазал я буквально двух словах на самом деле можно было бы больше чем это развить это случай у нас тоже у евреев есть такая вещь называется мазал приводится что есть вещи которые перед тем как человек рождается он запрограммировал гимором сатаснида говорит что всевышнего спрашивают ангелы вот эта душа ему заранее говорят и он будет умный или наоборот и он будет сильный или наоборот и он будет богатый или наоборот мы запрограммированы то есть вы дорогие слушатели зрители которые слава богу очень умные и и и богатые и и и потому что вы так запрограммировали от нас только зависит не может заканчивать что богобоязнь с этого не запрограммирована нам предстоит 120 лет чтобы выработать в себе зачем мы пришли в этот мир пользуясь вот этим то что нам дали нашей генетикой мы должны из этого что-то построить другой месте написано кстати тоже чтобы она и хаим и мезойны из наших лекций упоминал не зависят наших заслуг зависит нашего мазала сколько у человека будет детей сколько человек будет время лет жить сколько нам отписано это запрограммировано то есть нас есть такая вещь как мазал который зависит от всевышнего но мы знаем что та вещь которая не в наших руках то есть да мы знаешь есть вещи которые не в наших мы не можем это изменить кстати мазал мы немножко можем написано что сейчас очень-очень сильно будет молиться может изменить мазал но по простому мы не можем изменить так мы знаем что есть такая вещь как случай более того мы знаем но мы знаем что этот случай зависит от всевышнего поэтому в ем кипуре именно наша была цель мы хотим чтобы полностью всевышний себе выбрал козла самый святой день поэтому когда вы делили землю 12 частей специально делать жребий чтобы мы совершенно не участвовали тогда же случай и то же самое лезвие скажу пусть случится я я даю это полностью в руки всевышним то есть у евреев тоже есть такая вещь как случай мы тоже есть такая вещь как мы бросаем жребий аллогически надо бросать жребий в аллоге кстати приводится иногда что когда мы не знаем что делать бывает бывает такая вещь как жребий но мы на это смотрим не в том смысле что что случится так и будет мы хотим всевышнему сказать всевышний у нас сожалению с тобой нету прямой связи у нас нету пророков мы хотим просто чтобы мы отберем тебе это полностью вот как всевышний решит большинство вещей мы не можем на произвол судьбы да но иногда у нас есть мы понимаем что всевышний полностью этим руководить у марды у это был мартехай у амалека у амана был все наоборот он не верил он оброн сказал что это само собой на самом деле сам себе идет мир сам по себе идет на самом деле это большой противоречия потому что с одной стороны аман не хотел амана как бы не хотела в этом даже участвовать амана не хотел выбрать сам день чтобы он не хотел плохо повлиять он хотел чтобы был удачный день поэтому написано он был очень доволен когда пуром выпал на адар потому что адар это тот месяц когда умер мой шарабей ну кстати через два дня будет ёрцать мой шарабей ну так аман очень обрадовался был выполнен на месяц адар есть иерусалимская шутка маленькие дети говорят что вы смотрите какой аман был антисемит он специально хотел евреев убить именно в пуром он специально выбрать мать и пуром самый счастливый день мы выбрали он себе 9 ава нет он специально выбрал пуром чтобы всех евреев убить ну поруха шам не получилось на самом деле это конечно детская шутка но аман он хотел не участвовать чтобы само собой пусть она сама решится с другой стороны как бы так он верит богу или не верит бога он хотел чтобы она сама но без бога он верил что все но он верит что она без веры идет и поэтому аман после того как чисто случайно через случайно он ведь посоветовал нашему люди все говорят вы посоветовали хашвируша убить вашты когда ваш ты не послушал сам начальный мигалат эстер это это точно тема отдельного урока сам начинается мигалат эстер вашты не слушается своего пьяного мужа и и ахшайи что советуете убить кто это посоветовал нашему сыге что это был сам диламан потому что она была дочка на И поэтому он убил Вашты. Он убивает Вашты, вместо него на самом деле приходит Эстер. Потом он приготовил виселицу для Мардахая. Потом он вовремя, он с точностью до минуты пришел к Ахашвирошу, чтобы сказать, чтобы повесили Мардахая. Вместо этого ему говорят вести Мардахая на коне и всем рассказывать, так будет сделано тому, кто... Не Всевышний, не сказал Всевышний. Царь хочет облагодарить. То есть одно совпадение, другое совпадение, 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 открой глаза. Он говорит своим знакомым, все, что с ним случилось, это Амалек. Амалек, он никогда не говорит, что я, Всевышний, все полностью, все само происходит. И поэтому Амалек, который на нас напал, да, если другие народы, наивные другие народы, думая, что я Всевышний, их вывели, вот, приходит Амалек сказать, на самом деле тот же самый Амалек, кто наплевательски на все это относится. Почему наплевательски относится? Потому что он полностью, у него война с Богом. Написано в нашей недельной главе. Что полное отсутствие Всевышнего, полное... И на самом деле он совсем противоречит. Если он... Борьба с Богом, значит, как бы Бог есть. Еще одна, уже не Иерусалимская шутка, когда в 20-х годах в школе, ну, разные версии, но, короче, ученицы говорят, дети, давайте сейчас мы плюнем в Бога. И все встали, детки там встают, сейчас мы будем плевать в него. А Амалек, еврейский ребенок, говорит, слушайте, я не понимаю, зачем плевать. Если его нету, то в кого мы плюем? А если он есть, зачем с ним ссориться, да? Так у Амана на самом деле это вот это было. С одной стороны, он говорит все случайно и случайно. С другой стороны, когда он Ахашвейриша уговаривает уничтожить евреев, наши мудрецы рассказывают ихний диалог, Ахашвейриш боялся. Почему? Потому Ахашвейш тоже не был дурак. Ахашвейш, он знает, что разрушен был храм, и он знал, что есть пророчество, что храм будет построен через 70 лет. В отличие от нашего Галута, который мы не знаем, сколько он продлится, мы надеемся, что со дня на день он закончится, но Галут между первым и вторым храмом было четко сказано пророкам, это будет 70 лет. Просто был вопрос, когда этот 70 лет закончится. Предшественник Ахашвейриша, кстати, Балшатсар, он решил, что 70 лет закончилось, он по-другому посчитал. В тот вечер, когда он сделал пир на весь мир, его убили. И Ахашвейш понимал, что он начинает... Кто его знает? И там Аманды не переживают, там в Медельше написано, что ихний бог как бы спит и так далее. С одной стороны, Аманды верят в Всевышний, с другой стороны, Аманды не верят. То же самое Амалек. Амалек, который борется со Всевышним, если так можно сказать, значит, он ему верит. И вернемся, опять-таки, вернемся к простому советскому еврею, обычному еврею, который, опять-таки, мы не знаем, кто эти Амалекитяне, в наше время, но человек должен в глубине души, когда человек живет. Случилось так, случилось так, ой, не повезло, ой, не дозвонился, или да, дозвонился. А иногда наоборот повезло. Ой, как хорошо, смотрите, как хорошо все получилось. Кто это сделал, что так получилось? Кто-то сделал, что так не получилось? Сколько раз такое бывает в человеческом? Каждый день, каждый день. Чисто случайно это, чисто случайно это, чисто случайно там. Так человек, который все это смотрит, как случайно, случайно, случайно. Значит, мы забываем, что есть Бог на свете. Теперь, да, мы верим, что есть вещи, которые от нас независимы, мы понимаем. С другой стороны, мы понимаем, что Бог дал нам право выбора со всеми нашими генетическими способностями. Но человек в себе должен культивировать, почаще думать о Всевышнем. Поменьше думать, а как повезло, как не повезло. Вот как это самое, как тот плохой, этот плохой. Кстати, если вы включите то, что у нас называлось телевизор, если вы откроете газеты, этот сказал так, тот сказал так, эта страна так, та страна так. Мы живем в мире, то, что написано, что проходит до Машеха. Наивные люди думают, что этот сказал, тот сказал, тому признал. Понимаете? Мы смотрим, маленькие дети пришли в кукольный театр и смотрят, как маленькие эти игрушки поднимают руки, кричат, и вот дети смотрят. Это то, что происходит на самом деле в мире. Чисто случайно здесь, чисто случайно там. И пока мы в себе не искренним этого Малека, значит, Машеху тяжело прийти. Поэтому еще в заключении давайте напомним то, что мы будем читать с Божьей помощью, то, что сделано на Мамалекте. Кстати, очень желательно, у кого есть возможность, конечно, пойти в синагогу, узнать, когда в синагоге именно читают. Желательно, это со свитка Торы. Если у человека нет возможности, надо постараться хотя бы перевод, посмотреть. Это в конце, это три предложения в конце недельной главы Кисейца, это в конце Торы. Там три предложения. Там написано, помни, что сделал тебе Малек. И там фраза, которая, корхо бедера, которая тебя, корхо, сейчас мы повторим, пути твоем. Первое объяснение, которое мы с вами судили, это охладил. Это когда у человека есть какие-то ценности, есть какие-то духовные ценности, есть какие-то святые ценности. И Амалек на них наплевал, на зло, в том мире, в котором мы живем, когда весь мир только этим занимается. Какие-то, либо были бы духовные ценности, мир их пытается разрушить, мы привлекать примеры, которые гемора приводят, когда человек оскверняет жадоприношение, наплевает, смотрит на еврейские праздники, обрезание, позорит других, позорит Тору. Это именно позорит, надо уважать и не позорит. И второе, это вот это случай. Корхо, это случайно. Это Аман, это Амалек, когда вещи сами по собой, никому не мешают, это сейчас случайно здесь. Там какое-то землетрясение. Кстати, землетрясение, есть Иерусалимский Талмуд. Это просто цитата, я ни на что не намекаю, я никак не могу это объяснить. Я просто говорю, что написано в Иерусалимском Талмуде, написано, что наказание за однополые связи, скажем так, это землетрясение. Я не говорю, что там оно здесь, я просто цитирую, между прочим. и от того, что люди меняются, в Торе есть вещи, которые написаны прямым текстом, это то, что оно от Бога. Но еще вернемся, что я не говорю, почему, кто сделал, кто виноват в землетрясении. Но вещи, которые в мире происходят, пока мы начинаем говорить, что в самой несчастной случай, такой случай, такой случай, этот человек, этот террорист, это все Амалек. Человек должен понять, что есть Бог на свете, которому, может быть, не то же позвонить, но с ним можно общаться, с ним можно разговаривать, с Богом надо помолиться, надо соблюдать то, что он хочет, то, что нам заповедовали. И с Божьей помощью, что если мы искореним у себя нашего маленького Амалека, приводится в святых книгах, если веи искоренят у себя в душе своего Амалека, так в настоящем он просто уничтожен будет сам по себе. поэтому я надеюсь, что действительно мы достоимся до этого Пурома вернуться в храм в Иерусалим. Спасибо за внимание и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok